Добрый вечер тем, кто остался в живых. Нас сегодня погрузили в лицемерный траур. Мы теперь должны имитировать сострадание к погибшим. У нас изо всех щелей полезли пиар-активные законодатели и массово полились высказывания компетентных лиц по поводу действительно ужасной аварии, произошедшей в Подольске в субботу. 18 погибших человек, к сожалению, число не окончательное, потому что в реанимации в больнице сейчас идет борьба и, к сожалению, не все в человеческих силах, потому что повреждения очень серьезные, шансов много, но не у всех. Поэтому печальная статистика будет продолжена. Траур нас объявили только в отдельно взятом городе Москва и потихонечку в Московской области, но так, чтобы не делиться, кто тут больше будет сострадать. Кандидат, выигравший выборы в Москве на пост мэра или кандидат, выигравший в Подмосковье губернаторское кресло. У нас не принято делать из подобных событий повод для сострадания всей страной. Мы не страдаем всей страной по поводу того, что где-то кто-то погиб. Москвичам не подобает печалиться по поводу новосибирцев. Читинцам не имеет смысл оплакивать, не дай бог, погибших казанцев. Ну, мало ли, кто там и что там. У нас есть такой элемент пожизненной феодальной раздробленности, который, конечно же, сказывается во всем, в том числе в том, что... Ну, не надо печалить страну. В стране же все хорошо. У нас все замечательно всегда. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Поэтому, ну, сейчас вот москвичи отплачут денек. Обойдутся без рекламы, наверное, не все сходят на концерт. Ну, а эти 18 человек, ну, что ж, так уж и быть, мы, конечно, будем их помнить. И истинное положение вещей, конечно, в данном случае уже не просматривается, поскольку, ну, плевать на него. Это же не первая авария, не последняя авария. У нас погибнет еще огромное количество народу. И в автобусах, и от грузовиков, и на дорогах, и вне дорог. У нас никто не знает истинной статистики смертности по независимым экспертным оценкам мы занимаем одно из лидирующих положений в печальном рейтинге числа погибших в год. Официально первое место в мире держит Китай. У него порядка 100 тысяч. Америка где-то там в серединке болтается. А мы, имея федеральную целевую программу по борьбе с безопасностью на дорогах, всегда заранее знаем правильный ответ. Нам назначено к 2012 году, соответственно, снизить смертность нужно было до рубежа 20 тысяч. А до 2020 года мы должны опуститься ниже этого рубежа. Поэтому наша статистика, конечно, стоит на страже наших интересов. Так вот, по оценке независимых экспертов, мы имеем в год порядка 100 тысяч погибших на дорогах в ДТП. В целом у нас нет никакой статистики смертности по стране. У нас всегда очень лукавая статистика даже по убийствам. У нас убийств где-то так в год 25-27 тысяч. При этом что-то типа 90 тысяч пропавших без вести и еще-то где-нибудь под 70 тысяч неопознанных трупов. То есть убийств у нас 27, а неопознанных трупов у нас порядка 70 тысяч. Ну, естественно, они же никто не убиты, они просто почему-то трупы. Поэтому вот что тут такое 18 человек? Ну, погибли, да, конечно. Армянина, конечно, нужно обязательно судить. Тут, конечно же, бесспорно, примите во внимание, что все армяне в обязательном порядке родственники, поэтому, скорее всего, если покопаться или полазить внимательно с лупой по моему генеологическому древу, то мы, наверное, с этим арютюняном тоже где-то как-то пересекались. Ну, либо на рубеже Адама и Евы, либо к каким-то более поздним историческим периодам. Но, бесспорно, мы с ним связаны, поскольку армян не родственников на свете не бывает. Я, значит, соответственно, тоже ему как-то родственник. Поэтому все, что я сейчас буду говорить, это, естественно, носит заранее уже искаженное восприятие человека, который не может быть объективным по отношению к сородичу, соплеменнику, дальнему, 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 дальнему родственнику. Так вот, у нас по телевизору уже сегодня началась эскалация этого жуткого совершенно происшествия. Причем, конечно, по истине и по сути никто не говорил. Все просто высказывались, поскольку манера жить в режиме блога, когда каждому есть что сказать, вот, знаете, как одна собачка пописала, другие прибежали и переписали. Соответственно, у нас это принято теперь уже на уровне официально предоставляемой информации. Первыми у нас были сегодня бабушки и тети. Бабушка сказала, как очевидец, что грузовик несся. Женщина не менее выпученная, чем бабушка, сообщила, что он же пытался всех объехать. Соответственно, он стремился оказаться один на один с этим автобусом первым. Объезжал всех. Государственная дума, естественно... Естественно, как жаль, что ребята не уехали так далеко. Она тут же почему-то магическим образом оказалась не в отпуске, а в законодательном состоянии полнейшей активности. И что-то такое сказало из серии того, что... А теперь у нас в стране отменяются по Женевской и Венской конвенции действия международных водительских удостоверений. Поэтому всех, кто пытается у нас работать, мы будем заставлять пересдавать на наши права. Это тоже любопытно. Это говорит о компетенции этих людей. Вообще, конечно, Госдуме, я бы, честно говоря, отпуск давал не два раза в год, а 12 месяцев в году, потому что эти люди, чем чаще в отпуске, тем меньше ущерб в нашей стране. Уровень компетенции этих людей настолько низок, что ни по какому поводу уже не важно, что они думают. Они, к сожалению, высказываются. У них тоже ведь блоги и твиттеры есть. Но с точки зрения государственной дуры, по каким бы то ни было поводам, она все-таки играет какую бы то ни было роль для общества трагическую, но, тем не менее, по сути, остается на последнем месте, поскольку, ну, мало того, что нелегитимно, по большому счету, неинтересно. По картинке, которую я видел с видеорегистраторов, значит, водителя отказали тормоза, он шел с перегрузом, и он пытался, тем не менее, объехать легковушки, чтобы их не затоптать, и в автобус, как вы заметили, он попал уже на излете. Машина к этому моменту уже опрокинулась. Водитель Арутюнян собирался повернуть налево, он всеми силами пытался не выехать на главную. Автобус он зацепил козырьком кузова в среднюю дверь. Автобус разорвало пополам. Удар был мощнейший, но для автобуса не бывает автобуса прочного настолько, чтобы он держал удар какого бы то ни было грузовика. Тем более, что КАМАЗ, он восьмитонник, если он шел к десятитонным, представьте себе, 10 тонн умножить на скорость. Скорость у него была порядка 40-50 км в час. Выпоченная бабушка, которая показала, что он пронес что-то типа 250 км в час, слегка преувеличила. Так вот, на 40 км в час опрокинуть КАМАЗ, это проще паренной репы, что, собственно, и произошло. Машина завалилась, и на излете задела автобус. В автобусах у нас не пристегиваются, и во всем мире не пристегиваются, поэтому любой конфликт дорожный между тяжелым грузовиком и автобусом всегда будет заканчиваться трупами. Что бы мы ни делали по этому поводу. Неважно, армянин или грузин сидит за рулем, тем более за рулем автобуса. Посмотрите фамилию водителя внимательно, найдите там хотя бы что-нибудь славянское. И тем не менее, вот эта трагедия произошла, возникает вопрос, кто виноват и что делать. Виноват кто? Значит, машина КАМАЗ имеет аварийное растормаживание. Тормоза у машины срезала, система аварийного растормаживания была отключена, потому что система аварийного растормаживания КАМАЗа, она имеет такую неприятную особенность, как вмешиваться в различных дорожных ситуациях, в условиях перегруза и мешать водителю. То есть, система аварийного растормаживания КАМАЗа была отключена умышленно, о чем водитель знал. Его вина в этом раз. Второе. Кто выпустил машину с неизвестными, с нерабочими тормозами, с не имеющей аварийную систему торможения, кстати, работающей на спирту, что в нашей стране совершенно противопоказано, кто выпустил ее на линию? Основная вина лежит как раз на том, кто выпустил это транспортное средство на линию. Должен быть предрейсовый контроль. У нас предрейсового контроля нет. Водитель, с одной стороны, поехал на том, на чем поехалось, что ему дали, и разговор о том, что у него были транзитные номера, у него были армянские права, это все абсолютно ерунда. Номера у него нормальные, а права у него международные. И вот вопроса два. Первое, это тормоза и выпуск на линию, второе, это перегруз. У нас же есть линейный контроль, лесовой контроль, у нас есть масса всяких инспекций, поэтому получается, что водитель обошел все те технические препятствия, которые законодательно созданы и должны были воспрепятствовать появлению данного транспортного средства в общем потоке. Машина работала на коротком плече, он носился в карьер из карьера, возил туда-сюда щебенку, делать он должен был это быстро и оборотисто, и у нас существует много всяких уже придуманных законодательных норм сдерживаний. Ни одна из них не сработала. Не сработала почему? Потому что не работает государственная система. К разговору о том, кто виноват, водитель, да, водитель виноват в последнюю очередь. Какую статью ему можно инкриминировать, если не принимать во внимание, что он враг народа и армянин, убийству по неосторожности от двух до четырех лет? Попытка натянуть ему семь лет, ну это только в случае, если резонанс очень захочется удержать на плаву. Мэр Москвы Собянин, как всегда, отличился. Он сказал, что я считаю, таких водителей надо остранять от работы, более того, лишать прав. Так вот, очень жаль, что наш выигравший выборы мэр города Москвы настолько далек от законов и не знает, что полагается за это по правилам. Как минимум, не лишение прав. Перерыв на новости, потом продолжим. Еще несколько слов по поводу этой катастрофы в Подольске, внесшей жизни 18 человек, а, к сожалению, список не окончательный. Естественно, все, кто мог, отпиарились на этой теме. Победивший на выборах осенних 2013 года на пост мэра Москвы Сергей Собянин сказал, что мигранты, которые работают на коммерческих перевозках и нарушают правила дорожного движения, должны рассматриваться как люди, нарушившие трудовое законодательство. Ну, здорово, конечно, что у нас мэр настолько далек от соблюдения законов и предпочитает пользоваться статьей Уголовного кодекса образца 1937 года, на самом деле 1934, но хорошо применимой и показавшей себя в 1937 году, она называлась аналогия. То есть преступление по аналогии. Вы хотели убить козу, а по аналогии с убийством Сталина вам полагается 25 лет лагерей. Человек нарушил правила дорожного движения, а я хочу считать, что он нарушил грубым образом трудовое законодательство. Сергей Семенович, а почему вы считаете, что человек, нарушивший правила дорожного движения, не нарушил правила дорожного движения? Может, будем считать его человеком, нарушившим ПДД? Как оно есть на самом деле? А приплетать-то остальные законы. Зачем? Вторичный тогда вопрос. А нарушение закона, допущенного пришлым мэром по отношению к коренным горожанам, в этой связи, видимо, надо расценивать как геноцид коренного населения? Да? Ну, хорошо, тогда я с вами соглашусь, что правовые нормы образца 1934 года, Уголовного кодекса, наверное, имеет смысл применять. Я бы начал как раз вот с аналогии в отношении попранных прав коренного населения города Москвы. Итак, что же делать? Почему, например, в Германии грузовики груженые никогда не убивают пассажиров автобуса? Кстати, во Франции тоже подобное не происходит. И почему вообще в Германии, в принципе, какое бы то ни было ДТП с грузовиком, это, как правило, связано с фурой, пришедшей из Румынии, очень редко из Польши, практически никогда из Венгрии, ну, а местные немецкие водители вообще в статистике ДТП, особенно на больших грузах, не фигурируют. Потому что существует система. Государство озаботилось тем, что нужно все-таки людей как-то беречь. Их не так уж и много, что в Германии, что во Франции, что по всей остальной Европе. Поэтому желательно что-то предусмотреть. У нас законодатель, в данном случае это государственная дура, которая, к сожалению, легитимностью своей и уровнем компетенции вызывает только грусть, тоску и желание пойти устроить повсеместный запой, она считает, что нужно во всех случаях всегда дрессировать водителя. Водитель винует во всем, тем более в данном случае гастарбайтер, армянин с международными правами ехал на грузовике, зверское превышение скорости, перегруз, вот поэтому мы его сейчас будем карать. Хорошо, сколько таких еще у нас катается по дорогам, и вы по каждому поводу, соответственно, будете потом изображать лицемерную скорбь, невероятно совершенно озабоченность и какие-то правовые последствия. Не надо никаких правовых последствий, законы есть. Машину на линию выпускать только после предрейсового осмотра. Кстати, если очень хочется покопаться в личных делах водителя, тоже до рейса ничто не мешает это сделать. По всей стране, по любому поводу, у любого водителя. Это абсолютно легально и уже в законе прописано. Но, если говорить о системе, вот, например, Швеция решила, что у них, поскольку чудовищная смертность на дорогах, просто запредельная, они прекрасно понимают, что подобную цифру просто не вынесут, поскольку аморально мириться с подобным количеством трупов в год в ДТП. У них катастрофа на дорогах, у них в год погибает до 500 человек. Не 5000, не 50. В Швеции погибает 500 человек в год. И для шведов это недопустимо. Они написали государственную программу с требованием к 2020 году смертность на дорогах Швеции повести к абсолютному нулю, чтобы на дорогах Швеции никто не погибал. Потому что 500 это чудовищно. Что для этого делается? Дорога как инженерное сооружение. Она существует не по воле подрядчика, что-то там сделавшего, что-то не сделавшего, и не по воле заказчика, который почему-то у нас в стране платит деньги вперед. На тебе, сколько тебе надо миллионов? Да на забери. А потом я через годик посмотрю, что ты сделал. Слушай, а ты плохо сделал. А, ты уже банкрот, да, я не могу тебя призвать к ответу. Ну ладно, я тогда, наверное, не буду призывать тебя к ответу. Вот в том числе в Швеции наоборот. Сначала ты строишь дорогу, а потом тебе за нее уже платят. В том случае, если ты все сделал нормально. А если ты не сделал нормально, то ты за свой счет устраняешь. Дорога как инженерное сооружение имеет разные потоки, разграничения уровней и несоприкасаемость, тем более, вот подобной техники. Ну, так получается. То есть у нас понятно, что не получится. У нас грузовик всегда будет лететь в борт автобусу. А в Швеции, и, кстати, в Германии тоже, почему-то, вот последние десятилетия ни один грузовик не прилетел в борт ни одному автобусу. Ну, вот вообще. Во Франции был трагический случай в 98-м году, когда на автобане в автобус влетел грузовик. Туман, рассвет, и произошло возгорание. Погибло три человека. И это было для Франции поводом для траура целиком, а не только для близлежащей деревни. И для законодательных последствий, которые каким-то образом магическим развели грузовики и автобусы. То есть там не запретили водителей, там не запретили права, там не запретили ездить, там не запретили водить, там никого не начали расстреливать. Но потоки почему-то развели. По какой-то причине. Первое. Система инженерного оборудования дорог, препятствующая пересечению опасного со страшным. Ну, например, пешеходов с автомобилями или большегрузов с общественным транспортом. Вот так. Удивительно. Это если есть стратегия. Это если в стране траур. Это если есть повод для того, чтобы искренне плакать. Не отметиться в том, как мы гениально придумали, в Москве отменили рекламу, и тем самым вроде как поплакали. И заплатили этим несчастным семьям, которые потеряли своих родственников. Людей, которых все больше на свете нет. Вот они еще в субботу были, а теперь их нет. Они погибли. И по этому поводу мы запретим каких-нибудь там иностранных водителей. И все. А дальше пусть погибнут следующие 18 человек. И другие тоже погибнут. И больше ничего не будет. А если мы, тем не менее, надеемся, что у нас Государственная Дума не состоит из такого поголовного количества, например, подлецов, а из какого-то большего количества компетентных и приличных людей, то мы могли бы рассчитывать на то, что, во-первых, в инженерном смысле дороги будут законодательно меняться. А в правовом поле у нас написано все. Все виды регламентов, все виды инструкций, все виды законов, все виды кодексов и все виды, какие бы то ни было, нормативно-правовых актов в отношении полиции, контролирующих органов и всех остальных. У нас даже есть государственный стандарт на дырку в асфальте, что не является препятствием и никак не сказывается на безопасности с точки зрения нашего законодателя, который не может этот ГОСТ аннулировать. Так вот, в нормативно-правовой базе у нас расписано все. Одно плохо не исполняется. Не исполняется кем? В первую очередь, не исполняется, как ни странно, все теми же людьми, контролирующими жизнь на дороге, например, полиции. Вот это парадоксально, но здесь полиция тоже причастна. Вот она причастна к тому, что армянин на Камазе убил 18 человек. Вот она причастна. Так же, как линейный контроль, так же, как лесовой контроль, так же, как техническая инспекция, так же, как все остальные виды надзора. Эти люди существуют, эти люди ходят на работу, эти люди получают зарплату, эти люди из государственных органов никак не смогли воспрепятствовать этому страшному ДТП. И с позиции депутатов Государственной Думы, нашедших вариант дрессировки водителей дальнейшей, здесь тоже нечего, в принципе, менять. Ситуация абсолютно стандартная и стабильная. Здесь все хорошо. У нас в стране нету только одного закона об исполнении законов. У нас закон пишется и не исполняется, после чего на него пишется новый закон, потом еще один закон, потом еще один закон. И у нас это не исполняется никогда и ни по какому поводу. И вот сейчас депутаты Государственной Думы попытаются заставить иностранных водителей, в первую очередь наших СНГшников, то есть бывших жителей Советского Союза, сдавать по новой на права. И по этому поводу, вот, например, в Москве уже показали блистательный репортаж о том, что теперь все фиксируется под видеокамерой. Знаете, я в прошлом году как раз сдавал на права, на очередные в своей жизни права, и у меня уже тогда висела видеокамера в грузовике, в котором я катался. И как обходится, какая методика, чтобы обойти вот эту видеокамеру. А рядом с тобой сидит полицай, который должен в камеру громко сказать упражнение выполнено. А камера не снимает, выполнено оно или нет. Она снимает в этот момент полицая, который говорит, например, вот вы едете, сдаете экзамен, вы едете на машине, и ни одна камера не покажет. Вы в этот момент переехали, например, стоп-линию, задавили вы встречку, сбили вы задом, например, сдавая конус. Камера это не фиксирует. Но милиционер либо говорит, либо не говорит в камеру. Упражнение выполнено. Если заплатили, выполнено. Если не заплатили, не выполнено. Поэтому единственное, чего сейчас наш законодатель добьется, это то, что люди, прошедшие подготовку в бывших школах Советского Союза, вот эти все водители, получившие права по методике, единой для абсолютно всех наших стран, и в Армении, и в Грузии, и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Киргизии, учат по одним и тем же нормативам, учат совершенно одинаково, учат с одинаковым результатом. От того, что этот водитель пересдаст на права, только станет чуть жирнее морда у инспектора, не коррумпированного, не мента Пуханова, а полицая, честного, хорошего полицая. А навык управления, правила дорожного движения, они в данном случае не играют никакой роли, потому что водитель КамАЗа, вот этот самый Арутюнян, он уходил от столкновения на неисправном автомобиле. Именно поэтому он не подавил ни одну легковушку. Именно поэтому он завалил машину в повороте, потому что он поворачивал, он подрубил ее рулем, и она прокинулась из-за того, что скорость и перегруз, и вектор. Попробуйте этим вектором урезонить правую переднюю покрышку, который, конечно, не удержит такой вес. И он на излете протаранил этот самый автобус. И от того, сдал он на права или не сдал он на права, эта ситуация не зависит никак абсолютно ни с какого боку. С точки зрения законодателя, здесь даже говорить не о чем. Ну, абсолютно не о чем, потому что все же так нормально, все же так ясно. Мы сейчас наденем еще один ошейник на водителя и посмотрим, и мы посмотрим, какой рост взяток мы получим на нашем некоррумпированном теневом рынке. А траур по-прежнему будет региональным, ну, потому что не надо беспокоить страну убитыми москалями. И да, будет компенсация вот этим несчастным семьям, горе в которых, конечно же, никакими деньгами абсолютно никогда не нивелируется. Потому что это горе. у горе цены нет. И потом забудут все об этой ситуации. А потом будет очередной автобус. Он будет с детьми, они погибнут. Он будет с инвалидами, которые едут на отдых, они погибнут. Будут грузовики таранить автобусы, будут автобусы таранить грузовики. Как это произошло через час после подольской трагедии в Москве рейсовый автобус влепился в газель, перевозящий баллоны с газом. Баллоны с газом взорвались. Скорости были маленькие, люди успели разбежаться. Никто не погиб. И законодательных последствий по этому поводу нет. Почему газель перевозила баллоны взрывоопасные в общем потоке? И что произошло с тем самым автобусом, который по какой-то причине в эту газель въехал? А никого это не волнует. А в принципе никого не волнует ничего. Но хорошо, что мэр города вне правового поля высказался. Депутаты, не имеющие представления о ситуации и вообще ни о чем высказались. Деньги выделены все отплакали, людей не вернуть и мы с этим живем. Потому что у нас так принято. У нас не надо беспокоиться по поводу какой-то смерти, по поводу каких-то несчастных людей, чужих абсолютно всем. И в первую очередь нашему государству. Вот именно здесь есть суть вот этих понятий. почему мы нашу страну не называем словом Родина. Почему мы так абстрагируемся и довольно часто говорим государство. Вот именно поэтому в отношении к человеку у Родины бывает по-другому. Телефон 6510996. Как мы с вами понимаем, поскольку в общем-то конечно же траур нас с вами не касается. Мы-то пока еще живы. Поэтому основная часть вопросов от звонящих по поводу того, какой себе Мерседесишка купить так тысяч за 300, чтобы надежно и чтобы не ломался. Какую машинку вместо той, на которой я сейчас катаюсь купить для удовольствия. Ну, конечно же, есть люди, которых затронуло то, что произошло. Алло, Илья, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей. Ну, хотел бы выразить символизм погибших и продавших. Конечно, это неописуемо и то, что это стало только в отдельном взятом регионе. Я с вами полностью согласен, что это приехать и еще больше разносить нашу страну на Москву и то, что вам кажешь. Да, к сожалению. Я хотел сказать, что, конечно, нынешняя Алья очередной раз показала бардак и цинизм, популизм нашей Думы, нашей власти, потому что, как нас говорил Тима Медведев, что у нас социальное государство, социальное государство, на самом деле страдает только водитель, не тот, кто выпустил карьеры перегруженный грузовик. Никто подписал выход на линии грузовика. Никто, естественно, даже с фамилией неизвестной, никто с ними не разбирается. Хотя, на мой взгляд, до четырех лет за непредумышленную убийцу должны получить именно те конкретные люди, кто ставил подпись на путевом листе, кто ставил подпись на автомобиле, если он настолько плох. Поэтому, ну, этого, конечно, у нас будет. У нас опять сейчас начнется охотно-вели. Ну, компания закончится довольно быстро, доведут до инфаркта водителя армянина, доведут до инфаркта еще кого-нибудь. Но, кстати, у тех людей, которые выпускали машину на линию и должны были провести ее технический предосмотр, у них немножко другая статья, она червонец подразумевает. Еще в советской практике такое было, правда, никогда не применялось. Но выпуск машины на линию была отдельная статья. Вы знаете, у нас это тоже неприятненько, потому что выяснится, что этот человек а, уволен, заболел, вообще нету, выяснится, что это подозреваемый, пока еще не осужденный, что он выехал без разрешения, украл ключи, взял тайком документы, вообще по собственной инициативе решил быстро-быстро отвезти щебенку и продать ее на сторону. Но это как обычно сделается. Гораздо легче, чем сделать подлог, уволить гаишника задним числом, или уволить из рядов вооруженных сил какого-нибудь очередного правоваршива генерала. Это гораздо проще. Вот обратите внимание, Илья, у нас неделя заканчивалась на событии с депутатом Худяковым из ЛДПР, который получил по голове от двух неприятных кавказцев. И вот такая проблема существует. Ух ты, сказали власти. Да, и вот на самом деле мое субъективное предположение, что это закончится всего лишь новым майбахом у Жириновского. Потому что как бы это не получило такую огласку, это закончилось бы новой БМВ у Худякова. А поскольку это получило такую огласку, это закончится чем-то более весомым. Но это не закончится посадкой. Нет, 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 нет. Ну, может быть, посадка и закончится, потому что как бы люди... Условно, срок условно. Да, и вы заметили, что после того, как их арестовали, сразу образовался вакуум. Да. Потому что эти люди оказались похожи какими-то нужными корочками, связями. Тем более, что их арестовали на своей территории. Вроде только одного этапировали в Москву. И то, наверное, по недоразумению. Ну, все это затихнет. И то же самое с этой катастрофой. К сожалению, да, вот сейчас... Ну, кстати, вы услышали в новостях, что до 1 ноября пересдать. Насколько я знаю, процент водителей с правами стран СНГ, по крайней мере, в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, в... Я вас, к сожалению, не слышно. В общественном транспорте Москвы и Подмосковья у нас 1 января 2013 года запрещено использовать гастарбайтеров. У нас все водители, катающиеся за рулем общественного транспорта, имеют наше гражданство и наши права. А если до 1 ноября попытаются всех сейчас загнать опять в МРЭО для поголовной сдачи экзаменов, то, скорее всего, здесь выяснится другая, более примечательная вещь. Вопрос ценника. Что дешевле? Купить русский паспорт или купить русские права? В принципе, надо покупать в этой связи русский паспорт. Тогда ты становишься гражданином нашей страны и тогда ты продолжаешь работать по тем правам, которые у тебя есть. И здесь, кстати, еще вопрос, в том числе, перевода, потому что, в принципе, водитель, работающий по найму, не обязан знать русский язык. У нас нигде не прописана такая законодательная норма. Значит, на каком языке должны проводиться эти экзамены? Это вот то же самое, как Арутюнян сейчас отказался от дачи показаний, и за него судья что-то там такое рассказывал потому что Арутюнян сразу прикинулся человеком, который не знает русского языка. И по закону он имеет право, поэтому по закону предлагается переводчик в обязательном порядке. Это любопытная казуистика. Посмотрим, как они до 1 ноября со всем этим справятся. Тем более, что 10 ноября в нашей стране официально вводится в действие новый ГОСТ по сдаче экзаменационных экзаменов, по сдаче коллекционных экзаменов. У нас новые категории, новые права, новые билеты, новые правила, которых нигде нету и не будет. Поэтому к 1 ноября у нас все гастарбайтеры резко получают русские права либо русский паспорт. А 10 ноября вся остальная страна тоже начинает жить по каким-то новым правилам игры. Ну, вот так замечательные законодатели у нас решают абсолютно все проблемы. У нас с вами будут новые расходы и новая головная боль, а грузовики продолжат убивать пассажиров общественного транспорта. И никто ничего с этим не поделает. А как вы слышали, например, тот же самый Собянин, он сказал, что на вылетных магистралях надо бы отбойничек убрать и сделать реверсивные полосы для увеличения пропускной способности. То есть возобновить лобовые столкновения. Трафик в данном случае важнее человеческих жизней. Как приятно, что такой человек победил на выборах и стал по закону с сентября 2013 года нашим мэром. Ну, давайте теперь поговорим о более важном, о том, какие вам машины купить. Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте. Да, здравствуйте. Ну, хотелось бы, конечно, наверное, сказать, что должно было бы, наверное, выступление мэра сначала, да, как бы по такому поводу. Ну, он, знаете, он не отмолчался. Мэр тоже нам сказал, что он, поскольку в законах ничего не понимает, он предлагает по аналогии 34-го года путать понятия и сажать не за то, за что надо. Мэр высказался, так что его было даже интересно послушать. Ну, понятно. Ну, обращение, конечно, должно быть другое, и все бы должны были услышать и увидеть его слова, но мы этого ничего и не увидели. Знаете, мэр города, простите, который ездит на работу под охраной тайком от обожаемых ими москвичей, в отличие, например, от мэра Нью-Йорка или мэра Лондона, он, собственно, вот так обособленно выражает свою могучую скорбь. Да. Сергей, вот по правилам дорожного движения разъяснения ваши компетентные хочется услышать. Вот процитирую вам, значит, прочитал я, цитирую, «Наконец изменилось и наказание за превышение скорости. В частности, привлечь водителя за превышение более чем на 10, но менее чем на 20 километров в час будет нельзя. То есть, если мы едем по шоссе и видим табличку «Город», да, белый фон, соответственно, надо 60, но мы смело можем ехать сколько? 78, да, получается? Да. То есть, раньше, вот я помню, вот ловили нас с этими радарами, там 72 они выставляли, да, ну, там запас какой-то был на погрешных спидонах. Это от ценника зависело, это все зависело от того, сколько водка стоило. Когда водка стоила 2,70, выставляли на превышение ровно в 10 километров, когда водка стала стоить червонец, тогда немножечко подняли планку, но это на самом деле девальвация была. Так, ну, сейчас это все официально, то есть, я просто обращал внимание, еду межгород, и фуры, ну, в принципе, это же их работа, они постоянно едут, и они вот именно населенный пункт все время вот около 80 ровненько так держали, я еще как-то вот, ну, так вот, с ними ехал, думаю, как-то они так нарушают, и даже когда, ну, стояли полицейские, они не боялись этого, то есть, это все как бы по закону сейчас, Да, это вот та самая погрешность, вы, наверное, обратили внимание, что у нас служба судебных приставов заявила, что она не собирается отрабатывать взыскание 300 рублевых штрафов, потому что это экономически невыгодно, поэтому ей плевать, ну, это косвенно между строк читается, службе судебных приставов плевать на равенство всех перед законом, им плевать на неотвратимость наказания, они будут работать только там, где это экономически выгодно, поэтому они потребовали, чтобы в службу судебных приставов обращались за взысканием, начиная с 500 рублей, вот это становится хотя бы в ноль они выходят то есть это экономическая структура не имеющая отношения закон конечно и здесь то же самое здесь погрешность потому что вот например на обычном аналогового спинометре ну вот стрелка туда-сюда дрыгается особенно если она не дай бог то грузовики да еще с пневмоприводом с каким-то с механическим ну и водитель говорит а я чё там я вот еду у меня там тут она дрыгается вот я тут вот еду ну и это же не выгодно потому что сколько 300 рублей за это за превышение а что за 300 рублей значит это я должен протокол написать а эти 300 рублей кому пойдут правильно протокол написать без грамотностью гаишников то есть они указывают километр на каком километре а потом судья смотрит вот суд у меня было такое рассмотрение а там еще должны быть метры указаны оказывается ну милиционер вообще-то протоколы писать не обучен но да вы ведь вы судя по всему павел умеете читать протокол вы перед тем как подписывать бумагу смотрите что написано а вы обратили внимание там всегда написано права и обязанности лица привлекаемого к административной ответственности разъяснены ваша подпись вы ставите там подпись ну я по знаете как бы так старой закалки ну как бы подписывал раньше не глядя все это дело вот ну как бы давно уже так не было мяч пор таков но раньше да как так вот не глядя ну как требует требует ваша задача как водителя очень аккуратненько писать не не разъяснена и поставить подпись источник с точки зрения закона поскольку он действительно не исполнил свою обязанность перед вами и не зачитал вам не разъяснил то есть не то что сунул под нос и сказал начитай на обороте наобороте он должен их разъяснить да еще и знать сам наизусть да ну хорошо пусть даже по подсказке он должен их разъяснить вот если он этого не сделал, тогда, вы именно поэтому пишете, не разъяснил, а доказательством по делу является протокол. А доказательства, полученные с нарушением закона, аннулируются. Все отлично. И сразу следующий вопрос. На прошлой неделе у нас универсиада в Казани проходила, корреспондент рассказывал про автомобильную ситуацию. Она до 17-го числа. Ну, я немножко не говорю. И там он говорил, что именно аптечка и огнетушитель, там ситуация была такая, кто грамотный, вроде подкованный немножко водители, тех милиционеры отпускали быстренько, а кто неграмотный, быстренько штрафовали. Разъясните, как правильно на эту тему с полицейским выстроить диалог. Там же надо что-то поднятых, чтобы такое было. Если по какой-то причине инспектор собирается, что бы то ни было у вас в машине увидеть собственными глазами. То есть попросить открыть багажник это уже считается или нет? Да. Он, причем, не имеет права вас об этом просить. Потому что эта процедура называется досмотр. Досмотр – это двое понятых. Плюс основание. Они обычно пишут, там, я не помню, какая статья, 27.1, по-моему, значит, они должны взять протокольчик и написать, что основанием для досмотра является не статья в административном кодексе разрешающая досмотр, а, например, там, кровавый след из багажника, что является предположением, что у вас там труп. И поскольку досмотр у нас доверено проводить только должностному лицу, а вы не являетесь должностным лицом, то когда инспектор говорит вам, ну-ка, откройте-ка багажничек, это называется делегирование полномочий. Он не имеет права никому делегировать свои полномочия полицая. Поэтому открывать багажничек он должен сам. Ну, если сможет. То есть я в ответ, что... Вы должны только смотреть, как он вам будет подбрасывать туда наркотики или какой-нибудь патрон. Вот это вы должны смотреть своими глазами вместе с понедлением. Говорят, давайте, давайте, смотрите, смотрите. Вот видите, он белый порошок мне кинул. А желательно снимать это на видеокамеру, в том числе своего мобильного телефона. А сами вы должны только присутствовать при этом и даже рук не пачкать. И если он у вас хочет что-то посмотреть, в том числе аптечку, он должен это сделать сам. А дальше, пожалуйста, пиши протокол по поводу того, что у меня просроченная аптечка. Тем более вы предупреждаете, что данные действия будут обжалованы, в том числе в прокуратуру, по факту превышения должностных полномочий. Потому что вы прошли техосмотр и на техосмотре у вас аптечка была, а все остальное его не касается. То есть он вышел за рамки правового поля. Поэтому вы сразу ему скажите, что в прокуратуру вы напишите по этому поводу жалобное красивое письмо. Посмотрим, как на это среагирует. Новости. Ну, продолжаем в состоянии траура разбираться с нашей автомобильной жизнью. Тимур, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Я хотел бы по поводу трагедии. Я живу в Подольске. И часто на нем этого перекрестка езжу. И вот с первых моментов, как начали по телевидению по нашим центральным каналам все это показывают. Наши суперпрофессиональные фурналисты показывают там крупным планом ботиночки детские, помидоры там и так далее. Но никто даже за угол не зашел и не показал, что прилегающая дорога, с которой КамАЗ выехал, там уклон градусов 30, наверное, если не больше. что он уже ехал по встречной. То есть, явно у него тормоза отказали, перегруз. То есть, это набор факторов, которые там именно о чем, что говорит о комплексной проблеме, что эту машину нельзя было на линию выпускать, что понятно, что с водителя никто вины не снимает и так далее. именно освещение этой проблемы, сразу говорить, что там семь штрафов у него и так далее. Явно вот след такой, как в последнее время это мода такая. Чуть что случается, сразу статистику базы ГИБДД там, что... Ну, правильно, кто попался, тот и виноват. И поэтому, если ты перешел на красный сигнал светофора, то у тебя это тоже, соответственно, нарушение правил дорожного движения, мы сейчас тебе это припомним. А то, что это совокупность факторов, и то, что вот по картине, которую вижу я, я вижу, что водитель на самом деле до последнего боролся с машиной, пытаясь никого не убить. Совершенно верно. Сразу видно. Просто другое дело, что там, может быть, это надо было... Там было расстояние, просто там за углом не видно, да, ну, как с регистратора. Там с обеих сторон от дороги частный сектор. То есть там, наверное, в забор там можно было и пораньше уехать, да, не выезжать на перекресток, понимая, что не остановится она, эта груженная машина. Вот. Но, тем не менее. И вот не так давно, буквально месяц назад, был похожий случай в Старатове. Не знаю, вспоминали этот момент или нет, когда там в центре города случился ливень, и автобус с пассажирами застрял в луже, и его приехали спасать МЧС. Просто людей, людей эвакуировать из автобуса. Эту историю уже все забыли про тот китайский грузовик без тормозов, который... Прочно так же. Просто человек вот герой, но он людей спас. И все, то есть, это, ну, спас и спас. Все нормально, там, написали пару заметок, и все. А что, точно такая же ситуация, и что могло бы случиться, точно такая же ситуация, абсолютно. То есть, аналогии. Все забыли, никто даже не вспоминает, и никаких выводов из этого. Да, да. Собственно, речь идет о том, что это все сиюминутно, и за этим не стоит системы. С позиции государства государственной вины здесь нет, и государственная система абсолютно безвинна. А виноваты конкретные люди, в данном случае Арутюнян, а там был тот самый мужик, который ехал, соответственно, на китайском грузовике без тормозов. Вот они виноваты. И все, и других виноватых нету. А то, что это в первую очередь ответственность государству, да ну что вы, у нас универсиада, не мешайте нам праздновать. Мы сейчас тут Олимпиаду в Сочи достроим, посадим вот этого, который там что-то в Красной Поляне украл, а все остальное у нас будет хорошо. Потому что у нас всегда вечный праздник в нашей стране, достижений много, ВВП у нас растет, Путин у нас сейчас опять нырнул в воду и нашел там раритетный корабль, как здорово. Альфа-стерх идет, да, корочку на нерест, молодец. Дорога, дорога с этим 30-ти градусным уклоном, как была там 200 лет назад на лошади проложена, так она, собственно, и будет выходить на главную дорогу без светофора, на которую там очень проблематично выехать. То есть легковая машина, вот выезжая оттуда, откуда КамАЗ, там с левой стороны есть светофор пешеходный, то есть он загорает. То есть с левой стороны машины не едут, когда ты выезжаешь на главную. Но справа тебя все равно машины приближаются и мало кто пропускает, а там по две полосы в каждом направлении, ну, это довольно опасно все равно выезжать на такую дорогу. И таких мест вот в Подмосковье масса, где я каждое утро еду на работу и там пересекаю несколько таких дорог, несколько таких перекрестков, где приходится без светофора выезжать на вот такие подобные дороги. У нас так вся страна выглядит. Вклиниваться в поток, который довольно плотный, который идет там со скоростью, то есть либо этот поток приходится останавливать там или ждать, что кто-то пропустит. Благо, что все-таки в последнее время как-то народ более лояльный к выезжающим на главной дороге. Ну, не всегда есть видимость, не всегда есть там возможность и так далее. То есть часто приходится вот... И непонятно, почему ты каждый день рискуешь своей жизнью, да, и чьей-то там окружающих. Потому что в этом нету системы, потому что, Тимур, это ваш персональный риск. Вы бы могли бы, как все нормальные люди имени Собянина с знаменем, на котором будет написано «Да здравствует Собянин, да здравствует Воробьев», ехать на электричке, потом на автобусе, потом метро, потом трамвай. За что вам большое спасибо. А че это вы на своей машине? И, кстати, вот именно здесь вам поставят теперь светофор, о чем было сегодня сказано. Светофор, мы приняли решение там его поставить. И что? Который все решит. Если он будет гореть красным, значит, грузовик без тормозов, который идет с горы груженый, он остановится под этот красный. Когда поток перпендикулярный идет под зеленый, он остановится под красным. Конечно, конечно. Силой света обязательно именно это и произойдет. Что чрезвычайно важно, потому что функция государства в том, чтобы вовремя среагировать. Оно вовремя среагировало. Сейчас рыдает вместе с нами. А вот если бы Собянин бы зашел бы в дом к тем людям, которые завтра будут хоронить, и постоял бы рядом, и понес бы гроб, и почувствовал бы, вот каково это, когда в субботу люди просто поехали кто на рынок, кто по магазинам, кто погулять, оказался на кладбище. Вот так вот стоять и соболезновать, и говорить, да, и знаете, мы 3 миллиона заплатим. Ага, 3 миллиона ты заплатишь. Здорово. Из нашего кармана. А постой рядом, посмотри в глаза тем, кто в живых остался. Посиди рядом с человеком, который потерял своего самого близкого, и найди слова, сказать ему, ну ничего, я в память о твоем я, знаешь, светофор там поставлю. Ну, я договорился, я тут на все рычаги властные нажал, и теперь этого не будет. Во как. Вот посмотреть бы, как ему это удастся. У него комок в горле, в какую сторону пойдет. Согласен. Вот, Тимур, такая у нас скорбная жизнь, такой вот у нас удивительный траур наш региональный, чисто московский, и хорошо, что в Саратове никого не убило. Хорошо, что в Саратове там оказался этот тяжеленный грузовик МЧСовский, который оказался препятствием для китайского драндулета, летевшего. Геннадий, здравствуйте. Добрый вечер. Говорите. Тяжелая вещь. Да, вот такая жизнь у нас теперь. Вы тут про Швецию, но тут рассказывали, упомянули, я по Швеции поездил. Вот. Там просто система отношений, там система ценностей другая. Да. Если идут дорожные работы, то сзади вас прикрывают не конусы оранжевые, а прикрывают два Вольво, на каждом из которых сзади наверное двух-двух-двусполовинометровый буфер, не знаю из чего, оранжевого цвета, все сверкают как елки, и эти две машины стоят уступом. То есть ни при каких условиях вы рабочих не зацепите. Никакой пьяный иеромонах Илья не шибет никаких гастарбайтеров. Даже КамАЗ груженый, он эти Вольво не пробьет. Просто. То есть он сомнется в одну, если не сомнется в одну, въедет в другую. Но все это будет метров за 150, за 200 до работающих людей. Шикарно, конечно, я ехал, просто поражался. И другой вариант, наверное, очень сильно подходит для нашей страны. Странно, почему мы этого не замечаем, не хотим замечать. Это и экономия, это и безопасность. Там на больших перегонах между городами дороги не двухполосные и не четырехполосные, а трехполосные. То есть две полосы пять километров в одну сторону, две полосы пять километров в другую сторону. То есть и обогнать можешь, перестроиться можешь. Шикарно. Очень грамотно. Геннадий, у нас тут буквально полгода тому назад начальник Росавтодора, ныне почему-то пинком взад вышвырнутый, он сказал, что поскольку у нас страна-то в общем необитаемая, то давайте мы будем строить дороги в одну полосу. А если там кто-нибудь с кем-нибудь повстречается нечаянно в лоб, ну так на обочинку, там мы кармашек специально сделаем, и вот на наших этих перегонах, ну там вот сто километров едешь, например, ну что там тебе, у тебя условно говоря прицепчик какой-нибудь, ну ты там назад немножечко сдашь, ну там километров пятьдесят и пропустишь его. А что такое? Да нет, просто знаете, раньше была такая сразу такая, бытие определяет сознание человека, кто как ее интерпретировал, когда бытие, когда битье, но не важно, но сам факт, что оттуда из Швеции приехал, пытаешься ездить по их нормальным правилам, нормальным правилам, и по нашим же тоже не получается у нас так ездить. У нас, если ты едешь по левой стороне, она либо убита, либо перегорожена чем-то, и тебе по-любому приходится ехать в левой полосе, что в принципе неправильно. Почему у нас новые дороги, вот я Ярославку рассматривал, новые дороги, со второстепенных дорог поворот, этот лист клевера, но там полоса разгона метров двести. Ну, что это такое? Тем более, лист клевера в нашей стране не работает без светофора. Не работает, да. Ну, да, полоса разгона есть, но двести метров, ребята, ну куда? Причем, не каждый собирается тебе уступать. Тоже непонятно. Там, если человек, в Швеции, если человек выходит на автостраду, все, кто сзади, они уходят на левую крайнюю полосу, тебе дают возможность встраивать в поток. Да. То есть, вообще шикарно. Там и культура людей, и, конечно, о людях заботятся, вот именно инфраструктура меня дорожная поразила. В лучшем, в лучшую сторону. Вот вы помните, у нас период, Геннадий, когда во всех средствах массовой информации, в газетах, в журналах обязательно был написан девиз «Пролетали всех стран, соединяйтесь», это был лозунг нашей страны. Вот сейчас у нас лозунга у страны никакого нет, но я бы на здании Государственной Думы высек бы цитату из Ивана Грозного. Если помните, он говорил, а чего людишек-то жалеть? Бабы новых нарожают. Да все же, не нарожают, уже кончилось. А у нас живут по старым принципам. Ну как, знаете, те, которые приедут жить в эту страну, они нарожают. У нас же Голикова отметила рост популяции нашей за счет таджиков, узбеков и киргизов. У нас наконец-то позитивная динамика впервые за последние 25 лет. У нас наконец-то смертность сократилась, потому что, да, приехали. Спасибо таджикам, как бы не они, так у Голикова и статистика бы не сошлась. А так все хорошо, так сошлась, так замечательно. Поэтому у нас все хорошо. И Иван Грозный по-прежнему актуален, благо слова-то его впрямую никто не признает, а судя по действиям, знаете, как говорят юристы, давайте оценивать не эмоции, давайте оценивать факты. Вот, судя по фактам, как раз Иван Грозный в фаворе. Ну да, как он всегда был в фаворе. Да, да, и не зря поэтому Сталин у нас по сию пору не преступник, а коммунистическая партия не равна фашистской партии. Поэтому у нас в парламенте, то есть у немцев почему-то в Бундестаге фашистская партия не сидит, НСДАП там нет. А у нас коммунистическая почему-то есть. И Сталин у нас эффективный менеджер. Интересно, это каким боком у нас Сталин эффективный менеджер? Это сколько у нас при нем человек погибло эффективно? Да нет, это мечты. Это те, кто сейчас рулят, они помнят, как было при КПСС, но уже не застали. А теперь они хотят. Повезло. Именно то же самое повторить. То есть сначала была трагедия, это сейчас факт. Да, да. Развитой социализм номер два. Если тогда, ну, казалось бы, да, вот я учился в военном училище, вот в конец уже, уже в конце перестройки, уже все. Ну, казалось бы, хохма такая была, там генерал приедет в военное училище с проверкой туда-сюда. Боже мой, я помню этого генерала. Он пришел к нам на сопромат, он сделал всех. Генерал знает сопромат, то есть, что называется, о чем еще раз говорю. А мог бы просто дать здесь суток в маске? Да. На современных генералов посмотреть по поводу сопромата. Я был в шоке. Посмотрите на нашего министра обороны. Вы знаете, за что он у нас герой России? За то, что помог Путину выиграть на втором сроке. Герой. До завтра. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова